Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания «АвтоСтронг» – это компания, которая заботится о своих клиентах и привозит им качественные запчасти из Европы с быстрой доставкой и гарантией. Сегодня мы продолжим обзоры моторов коммерческой техники. Итак, встречаем Ford 2.2 TDCI. Двигатели семейства Puma, они же Dura Torque, дебютировали в 2000 году. Мы уже рассказывали о таких моторах для Ford Mondeo 3 и для Ford Transit, так что ссылочки в описании. Это чисто немецкие моторы, которые не имеют никакого отношения к моторам концерна PSA. В 2006 году данные двигатели покинули легковые автомобили, но до сих пор устанавливаются на коммерческую технику. С 2006 года данные двигатели стали ставить на автомобили-клоны, такие как Peugeot Boxer, Citroёn Jumper, а также Fiat Ducato под обозначением 4H или P22DTE. Таким образом, на данных автомобилях применялись совершенно разные двигатели объемом 2.2 от Ford и Peugeot. Также добавим, что на эти коммерческие автомобили Boxer, Jumper и Ducato ставили еще двигатели Sofim 2.3, 2.8 и 3.0. Немецкие двигатели Puma для коммерческой техники постоянно развивались. С 2006 года они получили топливную систему типа Common Rail, поставщиком которой является компания Denso. С 2012 года на двигатели под Euro 5 стали устанавливаться масляные насосы шиберного типа. С каждым нововведением у двигателей Puma появлялось все больше и больше слабых мест. И сегодня мы разберем двигатель, снятый с Ford Transit 2006 года – 2.2 TDCI. В данном случае, как мы видим, двигатель у нас, можно сказать, застолблен. То есть на нем отсутствует практически все навесное оборудование. Но мы знаем, что в «АвтоСтронг-М» есть практически все. Поэтому практически все навесное оборудование нам принесли со склада. С 2006 года на большинстве двигателях Puma устанавливали турбину Garrett 1749 VK с управляемой геометрией и с электронным сервоприводом. Также на данных двигателях применяли и турбину поменьше Mitsubishi TD-03. Она использовалась на двигателях, у которых не было сажевого фильтра. Турбина Garrett имеет проблемный сервопривод. При подклинивании лопаток геометрии ломаются шестерни сервопривода. Также могут быть проблемы с электромотором данного сервопривода, а также ломаются контакты, которые соединяют плату с разъемом. Ну и как понимаете, эти прекрасные турбины в идеальном состоянии ждут вас в «АвтоСтронг-М». Клапан EGR на всех обновленных двигателях Puma с апреля 2006 года участвовал в отзывной кампании. Дело в том, что в гарантийный период клапан начинал работать некорректно из-за выхода из строя потенциометра датчика его положения. В этом случае двигатель плохо тянул, еле ехал и дымил черным дымом. Вместе с этим фиксировались ошибки, указывающие на неисправности в контрре рециркуляции отработавших газов. Клапан меняли на улучшенный, но на практике он тоже оказался недолговечен. Его ресурс примерно 200 тысяч километров. К счастью, на рынке сейчас очень много предложений по данному клапану, в том числе и китайские заменители. Цена 100 долларов. Но, естественно, самые лучшие предложения по этому датчику – БУ в «АвтоСтронг-М». На двигателях Puma с топливной системой Common Rail стоит TNVD Denso HP-3. Данный насос формирует давление топлива до 1800 бар. Он очень не любит некачественные солярки. Если вы хотите продлить ему жизнь, то надо устанавливать только оригинальный фильтр. Если есть сомнения в качестве солярки, то надо добавлять в нее двухтактное масло. Также радикальные меры – это заправляться отстоявшейся соляркой и устанавливать дополнительный фильтр тонкой очистки. Кроме того, надо правильно заполнять фильтр топливом. Процедура описана в инструкции. Фильтр топливом надо заполнять при помощи груши через входной штуцер на кронштейне. Многие пренебрегают этой процедурой и заполняют фильтр топливом до установки на кронштейн. В таком случае топливо в ТНВД попадает без фильтрации. Слабым местом в ТНВД HP3 является секция подкачки, которая представляет из себя роторный насос страхоидного типа, то есть звезда в звезде. Со временем из-за некачественного топлива этот насос стругает стружку. Стружка попадает в клапан управления потоком и изнашивает его корпус и золотник. Если на насосе HP3 при регулярной замене качественных фильтров клапан потока не служит больше 100-150 тысяч километров, то ТНВД надо отправлять в ремонт. Скорее всего понадобится замена составляющих насоса подкачки. И добавим, что на всех двигателях Puma мощностью от 85 до 140 сил для коммерческой техники используется идентичный ТНВД. А теперь подробнее о клапане управления потоком. Этот клапан подает топливо к плунжерам, то есть он управляет потоком и регулирует давление в топливной рампе, чтобы оно соответствовало нагрузкам на двигатель. Клапан представляет из себя линейный соленоид, который непрерывно перемещает игольчатый клапан. Бывает, что из-за некачественного топлива на золотнике образуют царапины, тогда игла подвисает. В таком случае обороты холостого хода плавают и мотор глохнет из-за того, что клапан не может попасть в требуемое давление в топливной рампе. В таком случае клапан надо менять, благо сегодня он стоит всего лишь 100 долларов. На рынке хватает предложения по неоригинальным клапанам, но неоригинальные клапаны отличились коротким сроком службы и низким качеством изготовления вот этой фишки, в которой постоянно отходят контакты. Также существует еще народный метод, то есть надо разобрать клапан, отполировать золотник и корпус, чтобы царапин не было. При установке надо быть очень аккуратным, чтобы не повредить уплотнительное кольцо клапана. Иначе может последовать течь топлива. После установки клапана его надо адаптировать при помощи ОБД сканера и неофициальной программы ForScan. В топливной системе двигателя Puma образца 2006 года используются обычные соленоидные форсунки типа G2. Данные форсунки надежные, обычно с ними ничего не случается. Все, что с ними может случиться, это чрезмерный слив топлива в обратку. В этом случае двигатель плохо заводится, глохнет под нагрузкой из-за того, что ТНВД не может поддержать давление нужное в топливной рампе. Чрезмерный слив топлива возникает из-за износа проходного клапана, он же мембрана. На его стальной поверхности из-за некачественного и сернистого топлива образуются проточки. И из-за этого клапан не держит давление топлива. Восстановить такую форсунку можно с помощью замены клапана. Также нужно осмотреть шток форсунки, но надо осмотреть его под микроскопом, потому что невооруженным взглядом заметить износ крайне сложно. Эти форсунки новые стоят порядка 180 долларов штука, бэушные, естественно, дешевле. Ну и не забывайте, что форсунки надо устанавливать на новые медные шайбы, также прикручивать их новыми болтами. И форсунки следует прописать, чтобы сбросить адаптации старых форсунок. Говорят, что когда он проходит мимо автомобиля, у двигателя повышается давление масла, топлива и антифриза. Встречаем, Павел, и мы начинаем нашу разборочку. Многие спросят, зачем вот такая большая лунка в клапанной крышке для двигателя Puma 2.2. Дело в том, что вот эта клапанная крышка унифицирована для всех двигателей Puma. И на двигателе Puma 2.4 здесь стоит фильтр центрифуга системы вентиляции картерных газов. Что нового в ГБЦ двигателей Puma образца 2006 года? Здесь изменены коромысла. Если прежде коромысла были нанизаны на две оси, то здесь коромысла подвешены на общей раме. Коромысла стали легче и тоньше, но проблема не в этом. Проблема в том, что гидрокомпенсаторы долго не ходят, выходят из строя при пробеге в 200 тысяч километров. Обычно выходит из строя один гидрокомпенсатор. При этом наблюдается пульсация во впускном коллекторе. Это можно почувствовать, прикоснувшись к впускному трубопроводу. Эксплуатировать мотор в таком случае нельзя, потому что скачущий рокер ляжет на бок и свалится в худшем случае под кулачок распредвала. И тогда на кулачке распредвала будет царапина. Также бывали случаи, что рокер ломается пополам либо перекашивается, и тогда на кулачке распредвала будет борозда. Если мотор Puma затарахтел, то надо менять всю раму. Вся рама стоит 300 долларов. При больших пробегах следует снимать клапанную крышку, прощупывать все гидрокомпенсаторы, искать просевшие. И если найдете, то отправляться на замену рамы, пока мотор не затарахтел. На моторе, который недавно работал, вот такого люфта между рокером и клапаном быть не должно. В противном случае, если такой люфт есть, то будет изнашиваться и ролик, и кулачок распредвала. Еще придется менять и распредвал. Внимание, вопрос. Мы не слышали, что гидрокомпенсаторы можно менять отдельно. Напишите в комментариях, у кого был такой опыт. В нашем случае и кулачки распредвалов, и ролики рокеров в хорошем состоянии. Единственный вопрос вызывает вот этот люфт. С 2006 года двигатели Puma перешли на однорядную цепь. На двигателях для Ford Transit однорядная цепь и 122 звена. ТНВД здесь приводится непосредственно от распредвала. Однорядная цепь ГРМ служит порядка 200 тысяч километров. Перескок случается в самых запущенных случаях, потому что виток цепи на двигателях 2.2 с поперечным расположением очень хорошо обхватывает впускной распредвал. А на двигателях 2.4 перескоки случаются чаще, потому что вот этот виток смещен к шестерне привода ТНВД. Вот не поверите, вот эта вся конструкция идет единой деталью и имеет единый каталожный номер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В ГБЦ нет прогоревших клапанов, но немного смущает вот этот масляный нагар. Неудивительно, ведь данный мотор не прошел контроль качества и для вас явился учебно-методическим пособием. Блок этого двигателя чугунный. В двигателях Puma 2.2 нет никаких вопросов по цилиндропоршневой группе. И сегодня нам посчастливилось показать вам лысую поверхность цилиндров, то есть хон здесь практически отсутствует. За компанию в нашем учебно-методическом пособии мы вам покажем откуда берется стружка, а стружка берется из поддона. Шутка. Сейчас разберем дальше мотор и покажем, в чем причина. До 2011 года на двигателях Puma использовался нормальный шестеренчатый насос. Ходил долго и никаких нареканий не вызывал. Случаи износа крайне редки. А вот с 2011 года с переходом на евро пять начал использоваться насос шиберного типа, который кошмарил многих владельцев. Он абсолютно идентичен старому и взаимозаменяемым. Вот это нормальный насос. А с 2011 года, как я уже и говорил, двигатели оснащались насосом шиберного типа. Так вот, лопатки шиберы сделаны из какого-то синтетического материала. Это пластик или фторопласт, которые обламывались. Когда лопатки обламываются, то давление смазки в двигателе стремится к нулю и загорается красная масленка. Когда загорается красная масленка, это уже означает проблемы. То есть в первую очередь страдает ГБЦ, затем турбина. Если владелец продолжает двигаться дальше, то вкладыши просто навариваются на шейке коленвала. Двигатель начинает стучать, а затем клинит. Лопатки шиберы обламывались уже при пробеге в 40-60 тысяч. Меняли по гарантии двигатели у дилеров также подзывной компанией. Меняли маслонасосы на улучшенный, но все равно этим маслонасосам доверия нет. Следует замерять фактическое давление смазки и если оно минимальное, то следует менять насос. А менять шиберный насос лучше всего вот на этот шестеренчатый с его маслозаборником. Этот маслонасос без труда становится на двигателе DuraTorque, выпущенный с 2011 года. Да, вкладыши полные. Да. А сейчас мы продемонстрируем вам ситуацию, в которой мотор работал на сухую. А как мы знаем, на сухую это плохо. Посмотрите, коренные вкладыши все изношены. Шатунные вкладыши изношены, протерты до меди и развалились. А некоторые шатунные вкладыши аж прям наварили на шатун. Также поршни с выработкой задранные и даже от работы на сухую пострадали поршневые пальцы. Но что самое интересное, на распредвалы муха не садилась. Они практически в идеальном состоянии и ожидаемо коленвал в удручающем состоянии. На шейках задиры, борозды и на одной из шеек наволакивание вкладыша. Стоит заметить, что из-за низкого давления масла, из-за грязи в масле засоряются масло. Форсунки, которые орошают поршни снизу. Из-за этого поршни растрескиваются из-за перегрева, также расширяются и задирают стенки цилиндров. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали надежный мотор и рассказали о всех его нюансах. Обслуживайте его чаще, меряйте давление масла и тогда он будет служить вам долгие годы. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М»